Доброе утро! Вы смотрите телеканал Культура. Меня зовут Лада Аристархова. История кино началась с документальных лент. Ведь прибытие поезда, снятая братьями Люмьер, классический пример документальной короткометражки. Сменялись эпохи и идеологии, а документальное кино продолжало выполнять главную свою функцию. Рассказывать о жизни и людях, о прошлом и настоящем. С вами Лада Аристархова. Вы смотрите программу «Наблюдатель». Документальное кино сегодня уже не просто фиксирует жизнь. Оно провоцирует, шокирует и даже формирует общественное мнение. Более того, сегодня документальные ленты начинают снимать буквально все. И новички-любители, и мастера, известные своими работами в кино игровом. Сегодня разговор о документальном кино особенно актуален. Ведь весна – это сезон фестивалей, в каждом из которых программа неигровых фильмов очень сильна. Совсем недавно завершился фестиваль документального кино «Полный кадр» в США. Сейчас идет документальный киноосмотр в Швейцарии. Затем пройдет фестиваль «Хот-догс» в Канаде, фестиваль «Трайбека». Ну а в «Майканские» фестивали, где документальное кино традиционно представлено очень широко. О прошлом, настоящем и будущем российского документального кино поговорим с нашими гостями. В студии программы «Наблюдатель» сценарист, кинорежиссер, член Киносоюза и гильдии неигрового кино и телевидения Марина Разбешкина. Марина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу напомнить, что Марина Александровна не только снимает кино, но и преподает. И многие из ее студентов, бывших и нынешних, получали призы на кинофестивалях. Кроме того, у нас в гостях режиссер документального кино Иван Твердовский. Здравствуйте, Иван Сергеевич. А также сценарист, режиссер документального кино и сын Ивана Сергеевича, Иван Твердовский-младший. Приветствую вас, Иван. Для начала давайте посмотрим небольшой сюжет. В 1942 году на 13-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм» победила советская картина «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой», снятая группой фронтовых операторов под руководством Леонида Варламова. Это был первый советский «Оскар». Вообще в нашем кинематографе к документальному кино всегда было особое отношение. Не как к развлечению, а как к серьезному искусству. Как к отражению жизни. Когда Дзига Вертов заглянул в это зеркало, понял, что нужно создать новый язык, где работают не слова, а образы. И сегодня именно здесь проходит граница, разделяющая документальное кино и его имитацию. Выбор темы не бывает оправданием. Как всегда, важно не что, а как. Режиссер не столько рассказывает историю, сколько пытается понять жизнь с помощью камеры. Такие фильмы – послание от человека человеку, а не аудитории. Здесь видна личность, автор и герой. Здесь не боятся боли, не жалеют ни себя, ни зрителя. Здесь другое отношение ко времени. Пауза – самостоятельная часть речи, мгновение – точка отсчета, вечность свойства и состояние мысли. Режиссер, сценарист и преподаватель Марины Разбешкина – идеолог направления «Действительное кино». Его цель – правдиво отражать реальность. Элементы этого нового искусства – не только настроение и темы, но и методика. Своих учеников Марины Разбешкина учит видеть и слышать, наблюдать за жизнью. Режиссер Иван Твердовский жизнь восстанавливает в памяти. Снимает фильмы об ушедших героях и ушедшем времени. В 2001 году он основал студию неигрового кино «Точка зрения». Его сын тоже занимается документальным кино. Иван Твердовский-младший окончил мастерскую Алексея Учителя во ВГИКе. Он автор нескольких документальных короткометражных фильмов. Его картина «Собачий кайф» в прошлом году получила лавровую ветвь – национальную премию в области неигрового кино. Напоминаю, телефон редакции – 780-56-55, код Москвы – 495, адрес электронной почты – наблюдательсобакативидофискалчи.ру. Я перечислила несколько крупнейших фестивалей документального кино. Насколько традиционно участие в них российских документалистов? Может быть, вы знаете, кто поехал и уже съездил в этом году? Может быть, есть, Марина Александровна, ваши ученики? Ну, вы упомянули «Хот-дог». Это действительно один из самых крупных фестивалей Северной Америки, который проходит в Канаде. Туда едут сразу два наших фильма. «Один. Тридцать первый рейс» – это фильм моего выпускника Дениса Клеблеева. Он в конкурсе фестиваля. Фильм получил приз на прошедшем «Арт-дог-фесте», фестиваль, который проходит в Москве, за лучший полнометражный фильм. И второй – это «Зима уходи». Он в шоу-кейсе. Это не конкурс. Это показывает, что происходит вообще в кинематографе мира. Так что вот несколько наших ребят отправятся в Канаду. Сейчас тот же самый Денис Клеблеев в Париже на очень хорошем фестивале. И до этого был «Арт-дог-фест», где участвовало очень много наших студентов. То есть можно сказать, что российские документалисты – они в процессе. Хотя я подозреваю, что наше кино от их кино немножечко отличается. Может быть, даже немножечко мы об этом поговорим. То есть нельзя говорить, что мы в этом плане как-то изолированы. Иван Иванович, у вас довольно богатый, несмотря на молодость, фестивальный опыт. Вот скажите, ваше участие в фестивале было целенаправленным? Вас искали или вы искали? Как было? Какой отбор вообще на фестиваль документального кино? Ну вообще очень жесткий везде отбор, на самом деле. Это очень большая проблема. Потому что как-то не всегда получаются какие-то хорошие картины. Иногда бывают какие-то, так скажем, провалы. И тогда ты никому не нужен, а твое кино никому не нужно. А ты хотел сказать что-то очень большое, что-то, что у тебя не было другой возможности про это рассказать, но это не получилось. А режиссер документального кино всегда хочет сказать что-то очень большое, важное для него, чтобы это услышали другие. Это главный побудительный мотив? Для меня да, потому что иначе это просто становится неинтересно. Это становится какой-то работой, рутиной, и это превращается в какую-то консервную банку, где ничего не может быть живого. И поэтому в этом смысле документальное кино – это в первую очередь такой очень живой, очень естественный процесс. Иван, вы будете просто Иваном, с вашего разрешения. Вы в документалистике уже много лет. Скажите, документальное кино – это призвание? Можно этому научиться или научить? Ой, ну, как говорил еще Ром, что режиссером может стать каждый, если не доказал обратно. Ну, в общем-то, поэтому, ну, учиться, нет, дело в том, что любая творческая профессия предполагает не только умение, там, да, как художник класть мазки, там, или писать или писать грамотно слова. Еще надо в эти слова и в мазки что-то умудриться вложить. Вот, поэтому сейчас действительно правильно сказали, что камера есть у каждого, снимать может каждый, но каждый ли может делать кино? Ну, вот это и главный вопрос. Кино ли это, да? Кино ли это, да. Да, то есть учиться необходимо, учиться у мастеров, учиться, не знаю, у жизни, уметь наблюдать, я не знаю, что еще бы сказать. А вот вы оказали какое-то влияние на то, что ваш сын стал тем же, чем и вы – режиссером документального кино. Ну, может быть, это было не прямое влияние, а просто пример, оказавшийся заразительным. Я, честно говоря, до 11 класса даже не знал, что он куда-то собирается поступать, вернее, не во ВГИК поступать, а вот он в 11 классе сказал, что буду поступать в ВГИК. Так обычно бывает с режиссерами и актерами, да? До 11 класса никто ничего не знает, а потом дети идут по стопам родителей. Но это, наверное, хорошая традиция. А когда Иван снимал свои фильмы, монтировал их, вы подсказывали какие-то вещи конкретные, профессиональные? Ну, на первых порах, в общем-то, подсказывал, конечно, а сейчас, ну, по большому счету, сейчас я не вмешиваюсь в процесс, не только его, и других молодых режиссеров, которые работают у нас на студии. Потому что мне просто интересен сам процесс, как они это придумывают, как они это... Многому у них сам пытаюсь чего-то подсмотреть, научиться. Хотя, в общем-то, многие вещи я не то, что не приемлю, наверное, уже не слишком молод для этого. Иван, а отец для вас был авторитетом? Вы вообще слушали, прислушивались? Здесь надо же очень четко выключать какие-то отношения, вот эти родственные все, потому что это же, конечно, это очень сильно мешает. И в какой-то степени нужно понимать, опять же, в зависимости, какую работу ты делаешь. Если ты делаешь фильм, который вкусовой, я понимаю, что никак не относится к моему отцу, например, там, про молодую девушку, там, 15 лет, с моим отцом, наверное, будет сложно обсуждать, там, и внутренний мир, и какие-то такие вещи, как вы строите, там, драматургии построите, и какие-то другие вещи. Поэтому все зависит, опять же, от задачи, от сюжета, от какого-то материала, который имеется. Поэтому, ну, в самом начале, да, потому что я как-то, как-то я очень резко так попал вообще в документальное кино, и время шло, я ничего не понимал, просто как что делать, и у меня были какие-то истерики. Я там тряс папу, говорил, пап, пап, как вот это все сделать? Ага, ну, это вот именно с нашей стороны. Да, и на самом деле это тот опыт, который, он мне сейчас очень сильно помогает. То есть, вот, там прошло 6 лет, и вот только сейчас я начинаю понимать какие-то, вот, какие-то первоистоки, откуда что пошло, и это, это очень здорово. Марина, я уже напомнила нашим зрителям о том, что вы не только снимаете, но и учите очень много, преподаете, а даете также мастер-классы, как это многие мэтры документального кино делают. Чему на этих кратковременных, как всегда, да, мастер-классах можно научить? Вот, у вас есть какая-то особая методика? Что вы даете, что вы считаете бесполезно? Нет, ну, научить на мастер-классах нельзя ничему, мне кажется, да. Мастер-классы – это для людей, для которых они удовлетворяют какой-то первоначальный интерес к кинематографу. Собираются в основном ребята, которые хотят заниматься документальным кино, их очень странно много. Их странно много. Это именно сейчас, простите, я вас перебила, странно много стало? Или всегда было так много? Мне трудно говорить про всегда, потому что у меня у самой нет кинематографического образования, я не знаю, как было всегда, да. Но вот те семь лет, которые я занимаюсь преподаванием, в последние годы все больше и больше ребят приходят в нашу школу и пытаются поступить туда. Вот. Поэтому какие-то мастер-классы – это вот удовлетворение какого-то первого знания. Что такое документальное кино? Потому что несмотря на то, что ребята хотят поступить и снимать документальное кино, мало кто из них знает, что такое документальное кино. А вот хороший вопрос. Я бы хотела задать в самом начале. А что такое документальное кино? Вот, предположим, те произведения, которыми сейчас наводнено телевидение – это документальное кино? Ну, мы не называем это документальным кино, то, что идёт по телевидению, то, что заказано телевизионными каналами. Это какой-то особый свой жанр, и я даже не знаю, как его назвать, но, по-моему, собственно, к документалистике это не имеет никакого отношения, потому что вопрос о подлинности там сомнителен, да? Когда мы говорим о подлинности, мы говорим ведь не об отражении реальности ещё, а вот о неком состоянии реальности, которую мы смогли уловить, да, в любом формате. Вот мне кажется, что чего уж нет в тем, что называется документалистикой на телевидении, это нет подлинности. Иван, вы согласны, что там нет подлинности? Я согласен, но я бы ещё бы сказал, что вот что отличает кино от не кино, да, это некое такое состояние при просмотре, когда ты помимо изображений, помимо той информации, которая тебе попадает, ты ещё ощущаешь ещё что-то, да, там, своё собственное отношение. Телевидение, к сожалению, может быть, к счастью, оно больше информационное, то есть оно не заставляет человека переживать, оно человеку даёт информацию, в первую очередь. А кино – это, ну, как, это преломление сегодняшнего дня вообще реалий в твоём творческом замысле. То есть надо что-то умудриться, помимо того, что показать, ещё нужно что-то рассказать такое своё, собственное. То есть свой взгляд – это непременное условие существования документального кино? Ну, когда мы со студентами, вот с теми, кто уже прошёл, мы занимаемся на первых занятиях тем, что они пытаются сформулировать, чем отличается документалистика, та, которой мы будем заниматься, от той, что они видят по телевизору. И родилась формула, которая может быть грубовата, но мне кажется, что она имеет за собой некую реальность. В документальном кино, в том, что называется документальном кино на телевидении, объект снимает объекта, а в документальном кино субъект снимает субъекта. Потому что отношения очень личностные. Когда ты работаешь в том документальном кино, которое мы здесь все любим, да, то это отношения между людьми, которые хотят очень этого человека, который называется героем, и герои, которые хотят что-то нам рассказать. В том документальном кино, которое заказано телевидением, там, напротив, есть некие отношения подчинённости, потому что режиссёр не свободен, он работает в очень жёстких форматах, которые заказаны телевидением, уже заданы телевидением. Герой, в зависимости от того, что он тоже работает в неком формате, в которой сегодня нуждается телевидение. Вот это такое полное отсутствие свободы в отношениях. А кино документальное, оно гораздо более свободно. В ней очень много как личности режиссёра, так и личности героя. Потому что, в принципе, наши герои, как правило, отражают, конечно, нас. И мы ищем таких героев. А все ли ваши студенты понимают вот эту разницу, о которой вы сейчас рассказываете? И все ли в конечном итоге готовы, могут снимать настоящее, без кавычек, документальное кино? Нет. Ну, вы знаете, вообще студентов всегда очень много, но в результате снимают 2-3 человека. И все остальные просто проводят не без пользы, как я понимаю, во время учёбы. Это бывает везде, где бы ни учились, в любом вузе кинематографическом, вообще творческом вузе, потому что к таланту присоединяется ещё некая энергия. Вот если энергии нет, то человек, даже чрезвычайно способный, он не становится режиссёром, потому что режиссёр – это какое-то невероятное количество усилий, даже сверхусилий, начиная с того, что ты должен встать с дивана, ради того, чтобы взять с камеру и пойти что-то снять. Совершенно непонятно, зачем ты должен вставать с этого дивана. Вот эта попытка встать с дивана и запуститься, и отправиться в какое-то очень длинное путешествие предполагает наличие некой воли. Некой воли в тебе. Отсутствие этой воли при невероятных способностях оставит тебя на диване, и мы уже не получим никакого кино. Вот у меня есть очень способные студенты, но я вижу, как им тяжело даётся. Их надо всё время давать первоначальный толчок. Но во время учёбы это делают преподаватели. Когда они выйдут, выяснится, что они никому не нужны, кроме самого себя. Режиссёр вообще должен понимать, что он такой одинаковый волк, бегающий в поле, он сам должен организовывать своё счастье, и он никому не нужен. Ну, сделает он кино, не сделает кино. И это его потребность. Это он хочет сделать кино. Всё. Вот попытаться самому бегать по полю и снимать кино... Вот интересно, он хочет, да, он должен себя поднять с дивана. А вот Иван сказал, что он хочет что-то сказать другим. Это другой разговор. Он же потому и поднимает себя с дивана, потому что хочет сказать... И это главный мотив, который движет этой самой волей, о которой Марина говорила. Потому что да, в тишине сидеть очень сложно постоянно. Поэтому всё время хочется как-то, в какой-то момент очень сильно хочется крикнуть. То есть нужен диалог режиссёра-документалистов. Да, но этот диалог в документальном кино гораздо сложнее, чем в игровом. Потому что тут действительно, тут ещё проблема такого самовоспитания, самоорганизации своего производства. Потому что, опять же, можно проснуться и понять, что в документальном кино нет какой-то конкретной смены. Есть герой, которому ты звонишь и говоришь, что я сегодня к тебе приеду, буду тебя снимать. Но ты можешь просто проснуться и подумать, нет, мне это не нужно. Это мы снимем завтра, это мы сделаем потом. А сегодня у меня другие планы, там, та-та-та-та-та-та-та. И, в принципе, от фильма ничего не остаётся, потому что все самые главные моменты, они все пропущены. И тут надо тоже уметь себя заставить как-то сделать некоторые какие-то усилия, расставить приоритеты и... И биться за героя, за материал, который от него можно получить. Ага, вот вопрос о материале. Мне кажется, что документальное кино, оно всё равно очень разное. Да, есть документальные фильмы масштабные, там, на 50 минут, на 70, которые богаты хроникой, много закадрового текста. Есть фильмы, где нет никакого закадрового текста, где говорят, если вообще говорят, да, какие-то главные герои. И есть элементы режиссуры, игровой, возможно, да, какие-то продуманные заранее постановочные ситуации. Вот здесь какая-то граница есть, с вашей точки зрения, между документальным и не совсем документальным кино. Есть, допустим, масса исторических фильмов, сейчас они очень в моде большой, да, там, в Германии, во Франции, где снимаются реальные кадры. Там, я не знаю, представим себе, раскопок, да, предположим. И тут же какие-то фрагменты исторических реконструкций в жанре, там, Зандалин фильм. Вот здесь какие-то есть жанровые границы? Что вы, вот лично вы, допустим, Иван, или вы, Марина, считаете документалистикой в вашем понимании, а что нет? Ну, нет, я считаю, что вот таком документальном кино, которым занимаемся мы, реконструкции, они вредны больше даже, чем полезны. Вот. Вы правильно абсолютно сказали, что закадровый голос там... Это все теле... Вот, опять же, да, вот... Сейчас иногда едешь снимать вот куда-то кино, вот с людьми начинаешь разговаривать, они спрашивают, для какого канала снимаете? Я говорю, почему для канала? Мы снимаем не для канала, мы снимаем документальное кино. Говорят, а где увидят? Ну, увидят либо фестиваль, либо киноклуб, либо... Сейчас, правда, появился интернет, где можно... И много людей смотрят. И когда нас там упрекают, что ваше кино никто не видит, ну, хочется сказать, ребят, ну, залезьте, интернет, посмотрите, сколько народу нас видит, сколько смотрят, сколько отзывов, сколько откликов. Есть люди, которые пишут, говорят, я же живу в России, но не знал, что я живу в такой России. То есть... Поэтому вот большая беда вот телевидения, что оно, в общем-то, нас в какой-то степени принизило. А как вы считаете, была правильная практика советских времен, когда документальное кино показывали в кинотеатрах? Когда говорят, что вот в советское время была мощная документалистика, я считаю, что это немножечко преувеличено, потому что в советское время документалистика работала в основном на заказчика. Заказчик была Коммунистическая партия Советского Союза. То есть опять не свобода, да? В большей своей степени, да, естественно. Вся документалистика выливалась в новости дня, которые показывали там, да, или там решение съезда в жизнь. Или в лучшем случае какой-нибудь альманах кинопутешественников. Увидеть реальный фильм, в общем, Катюша того же Лисаковича, его, по-моему, в кинотеатрах нельзя было. А были же кинотеатры документального фильма, ну, во всяком случае, в крупных городах. Такое же было. Туда ходили люди, кто интересовался. Нет, ну, были даже в рамках вот этой советской, как бы, идеологии, были фильмы, которые можно было назвать в полной мере настоящее документальное кино. Это Кармен, например, как он, про этих, нефтяников Каспия, вот это, да, там. Ну, Коган был, да. Коган, Коган был, да. Старше на 10 минут это. Документарий? Ну, естественно, да, Герц Франк. Герц Франк, да, там. А если раньше, там, вернуться, там, в 20-е, 30-е, да, тот же Дзига Вертов, основоположник. Кстати, говорят, что документалисты, никто не знает документалистов, но вот десятку величайших режиссеров мира входит, все-таки Дзига Вертов входит. Хорошо. А вот кинопоезд 30-х, это документальное кино? Ну, или это, ну, такая служебная хроника, я не знаю, которая не предполагает наличие собственного взгляда? Марина, как вы скажете? Ой, вы знаете, это вообще вот все не очень легкие вопросы, что документально, что не документально. Конечно, идеология работала, и талантливые люди работали в условиях идеологического очень мощного прессинга. Это было у нас, это было в Германии. Вот, и блестящие немецкие документалисты, которые работали в эпоху фашизма, они все-таки создавали, так же, как и наши, они создавали какую-то картину мира, которая была в тот момент. Несмотря на то, что они вынуждены были работать в идеологических рамках. Мы все равно за этим прочитываем ту реальную жизнь, которая существовала. Поэтому это все-таки документальное кино, и речь здесь в степени таланта, потому что можно было сделать киножурнал, в котором ничего не было вообще от реальности, и назвать это документалистикой. А можно было сделать под тем же давлением идеологическим кино, или тот же кинопоезд, и это будет выдающееся документальное произведение, документальное, в котором мы можем рассматривать то время, думать о том времени, о том, как оно сопрягается с нашим временем. То есть это мера таланта, которую все равно, в общем, закопать-то очень сложно. Она все равно пробивалась через все вот эти напластования чудовищной идеологии. А вот, кстати, традиция кинопоезда, она ведь возродила. Совсем недавно в нашей студии у Андрея и Максима в гостях были молодые кинематографисты зарубежные, начинающие режиссеры. Они снимали как раз вот картины российской жизни, которым оказались интересные и близкие. Ну, там, кто-то про вас машину, кто-то про водку и так далее. Вы эту историю знаете, Иван? Ну, я знаю эту историю, я знаю там ребят, которые... Видели фильмы? Я видел, был в 2008 году, по-моему, у них первый фильм, да, вот, когда они ездили в Россию. Да, это первый раз. Но это совершенно же другое, это уже прошло, почти век прошел от того кинопоезда и какие-то современные... Ну, важно, что возвращается идея, уже как она воплощена. Вот я хочу спросить ваше мнение. Вам было интересно смотреть это кино, вот, скажем, 2008 года выпуска? Да, потому что там есть какие-то очень живые вещи, которые... Ну, мне кажется, просто они тоже, там, истории, они очень зажаты каким-то форматом тоже определенным, и временем, и хронометражом, и как-то все это... Конечно, хочется какие-то более масштабные оттуда истории, потому что там есть герои, которых хочется смотреть больше. А такой жанр, как мокюментари, то есть псевдодокументальное кино, что вы об этом думаете? Это на пользу развитию документалистики? Вам вред вообще, что это дает? Интересны ли вам плоды? Творчество этих режиссеров? Ой, вы знаете, все, что называется мокюментари на нашем телевидении, это чудовищно совершенно. Это чудовищно, потому что какие-то люди в гриме выдаются за реальных людей, они что-то там ходят, говорят. Я слежу за этим, как за фильмов ужасом всегда. Мне не кажется, что мокюментари – это тот жанр, который будет развивать документальный кинематограф. В документальном кинематографе есть свои некие приемы для того, чтобы работать с документальным героем. Это не всегда только наблюдение. А что еще? Документальный герой – это, может быть, провокация некая, в результате которой документальный герой предлагает то, что вы упустили, условно говоря. Вы упустили в то время. Он прожил ведь какую-то часть жизни, а вы появились только в ее последней третьей. А самое серьезное произошло то, что было у него в двух первых третях. Значит, для меня, например, совершенно невозможно сказать, давай-ка мы с тобой повторим вот эту жизнь. Но спровоцировать, наверное, я смогу найти пути, чтобы спровоцировать. И повторились некие моменты в его жизни, которые очень важны для развития действия сюжета, для рассказа об этом героя. Но это надо делать так, чтобы он это не заметил, чтобы он проживал свою реальную жизнь. В этом есть некая сложность. Конечно, очень хорошо, если ты знаешь, что ты имеешь возможность наблюдать за своим героем год, два, три или пять лет. Бывают и такие фильмы. И в течение этих пяти лет происходит какое-то развитие жизни, развитие характера, развитие сюжета. Это совершенно замечательно. Тогда совершенно не требуется провоцировать героя. Он и так в течение этих пяти лет подарит тебе очень много сюжетных книг, ходов в своем развитии. Поэтому вот так. Собственно, мокументарь, как жесткий жанр, в котором участвуют актеры, выдаются за героев, нет. Для меня неприемлемо совершенно это. Иван, а вы что скажете? А я скажу совершенно обратно. Не, ну на самом деле я считаю, что документальное кино можно снимать даже с актерами. Потому что для меня, например, документальное кино... Вот и вы сняли. Было такое? Было такое. Это... Ну вообще, документальное кино – это же пространство какой-то определенной жизни, определенного человека. Где есть очень важные моменты, которые нельзя ни в коем случае менять, нарушать, переворачивать и выдавать одно за другое. Есть мелочи, которые всегда можно разными методами восстановить, повторить и как-то переделать. Потому что для развития сюжета и драматургии порой действительно не хватает каких-то очень важных моментов. То есть, насколько я понимаю, вы в своих фильмах вот к этому приему провокации довольно часто прибегаете. Потому что как же иначе, да, раскрыть человека? На грани провокации и на грани какой-то чуть-чуть постановки, конечно. Потому что, ну я об этом говорю честно, потому что мне кажется, что это тоже один из методов работы в документальном кино. Но, то есть мы же не пишем изначально какой-то сценарий, прописываем диалоги, берем актеров и выходим на съемочную площадку. Это же все не так происходит, да? Это же происходит все равно, это все очень сильно зависит от жизни героя. И как бы ты, что бы ты не хотел придумать, и какие диалоги ты не хотел бы оттуда получить, и сюжет какой-то выстроить. Если герой этого не хочет, не может, не умеет и не будет делать, то это никак не получится. А вот такой прием, как отслеживание героя или героев во времени, скажем, в фильме Сергея Мирошниченко, рожденного в СССР, да, ведь эти сначала дети, потом подростки, потом уже молодые люди, да, взрослые, они отслеживаются на протяжении десятилетий. Вот этот прием вам, Иван, кажется плодотворным? Вы никогда не думали сделать что-то в таком духе? Ну, это такой прием мне, ну, что значит, не плодотворное, уже существует в фильме Сергея Мирошниченко. Ну, и не только его фильмы. И не только его фильмы, это уже определенный жанр, ну, если ему и другим это интересно, ради бога. Я, честно говоря, ну, у меня не было такого героя, которого можно было бы долгое время отслеживать. У меня есть герой, за которым я наблюдаю два года, три года с ним какое-то общение, да. Я не думаю, что я буду делать через 10 лет, хотя мои герои-то, в общем-то, 10 лет проживут у меня старушки в Вологодской области. Вот, ну, ведь оно же многоплановое, разнообразное кино, да. Кто-то нашел такую нишу, вот Иван нашел свою нишу, вот, да, вот, у Марины своя ниша. У меня оно должно быть разное, оно не должно быть одинаковое кино, да. А вот есть у режиссера-документалистов какие-то пристрастия? Вот, ну, часто ли бывает так, что документалист снимает, ну, в основном одну тему, так скажем? Ну, как, допустим, Бруно Монсенжон снимает, в основном, да, музыкантов. Есть какие-то, я не знаю, темы, образы, мысли, которые всегда притягивают? Марина. Вы знаете, здесь опять вопрос о разном, потому что, если упомянутый режиссер, допустим, снимает музыкантов, да, музыкантов, это даже ведь не столько его внутреннее, ну, вот, действительно такая тема, музыканты, они ему как-то близки. Вот, естественно, документалист, режиссер не ограничен никогда, допустим, профессиональными какими-то пристрастиями. Мы снимаем людей, человека, как бы это не нелепо говорить, мы снимаем человека самого разного. Если говорить о каких-то внутренних темах, то, наверное, у большинства режиссеров есть эта тема. Допустим, меня очень долго, наверное, лет 15 режиссерской жизни интересовала внутренняя жизнь человека, который проживает её как бы на острове. Это не обязательно географический остров. Это некое состояние человека, исключённого из социального и политического мира. Да, человек, который сам самостоятельно выстраивает свою жизнь вне зависимости от обстоятельств. Вообще, человек, который живёт наперекор обстоятельствам или вне обстоятельств, вот, наверное, вот это моя тема, и она мне интересна до сих пор, потому что человек, подчиняющийся обстоятельствам, мне, в принципе, не интересен, когда люди говорят, ну вот как, вот мне пришлось так существовать, мне пришлось это сделать, потому что таковы были обстоятельства. Вот, наверное, это не мои герои, хотя они тоже имеют право на камеру и на интерес режиссёра, но не мои. Вот это моя тема. Человек, существующий на своём личном острове. А трудно искать таких героев? Их вообще много? Да, да. Их становится всё больше и больше, потому что люди хотят выстраивать жизнь вне политики и вне государства. Иван, а вы как бы свой профиль обрисовали, если это возможно? Есть у вас какая-то вот линия, к которой вы всё время возвращаетесь? Как и ваше политическое кредо всегда, да? Ну, нет. Нет. Я вообще начинал, я тоже не имею кинематографического образования, начинал как монтажёр. У меня первые фильмы были монтажные, которые на хронике построены, без дикторских текстов, в общем, и без... Вот. А потом постепенно... Мы же живём... Это же наша профессия, мы этим дорабатываем, поэтому приходится снимать фильмы какие-то заказные, приходится снимать фильмы для телевидения, чтобы... А в свободное, так сказать, от заработка времени... Значит ли это для вас, предположим, если вы снимаете заказной фильм, предположим, на какую-то историческую тему? У вас много фильмов, да, историческим событиям, историческим фигурам посвящено. Вот если, предположим, такой фильм снимается по заказу, значит ли это то, что вы так или иначе оказываетесь в ситуации той самой несвободы, о которой Марина в самом начале говорила? Нет, я пытаюсь, вот когда я вступаю в диалог с заказчиком, я пытаюсь ему привести пример. Говорю, вы к врачу приходите, когда на операцию ложились, вы ему говорите, вот тут отрежьте, вот тут зашейте, тут зажмите. Говорю, вы даже не говорите, вы доверяете врачу. Я для вас такой же врач. Если вы хотите, чтобы... Если вы меня пригласили, значит, вы меня пригласили почему-то. Да? Вот. А если уж вы меня пригласили, тогда доверьтесь тогда, что ли. Вот так вот. Ну, еще и срабатывает. Ну, в начале 2000-х годов довольно часто приходилось слышать такие фразы, о том, что документальное кино в России умирает или уже умерло, или оно уже перешло целиком в телевизионную нишу, и там вот столкнулось с такими реалиями, которые мы сегодня уже обсуждали. Какова сейчас ситуация с пациентом? Есть ли интерес с вашей точки зрения документальному кино, которое снимаете вы? С кого начать? Я думаю, есть огромный интерес, потому что, то есть, например, даже два года назад все говорили про то, что документальное кино завяло, погибло, что телевидение победило документальное кино. Сегодня мы видим, в принципе, довольно позитивную картину, что появилась масса киноклубов, масса людей, которые заинтересованы в документальном кино, которые хотят его смотреть, которые хотят его снимать, которые хотят его где-то как-то показывать и вообще заниматься... А вот где-то как-то смотреть, таких много? Ну, на самом деле... Потому что в нынешней ситуации, как я себе представляю, для того, чтобы увидеть документальное кино, нужно приложить усилия. Конечно. Да, нужно поискать, нужно быть в курсе событий и успеть туда, в конце концов. Часто это бывает совсем не близко, да? Да, но сегодня все-таки появляются новые технологии, есть интернет, его никто не отменял, где уже все больше и больше как-то людей, они туда смотрят больше, чем на киноэкраны, на телевидении и так далее. То есть есть вообще люди, которые снимают только туда, и у них нет цели показываться в киноклубах, в кинотеатрах, на кинофестивалях и так далее. То есть вы, насколько я понимаю, все трое с интернетом в этом плане дружны. И выступаете, как бы условно выступаете за то, чтобы документальное кино было без всяких препон, там присутствовало, да? Вы знаете, и документальное кино присутствовало, и, в общем, зритель в интернете тоже. У нас огромная страна, и мы, конечно, не можем донести все свои фильмы, как бы минуя интернет сегодня. Но интернет – это не только экран, это еще и средство связи. Мои студенты дали скайп-конференцию, когда фильм «Зима уходи», который они сделали, шел в Лондоне в одном очень крупном клубе, где все зрители захотели поговорить. Поэтому связались они со студентами, с авторами этого фильма по скайпу, и в течение часа шел очень напряженный разговор. Вот это тоже очень важно. Сегодня, ну вот, я, допустим, даю какие-то уроки по интернету, когда меня просят, мастер-классы даю тоже, если нет возможности людям приехать, или мне нет возможности приехать туда. А кино, знаете, это вот такой русский апокалипсис, все рухнуло. На самом деле, чтобы все рухнуло, нужны какие-то огромные усилия, равные атомной бомбе. Ни язык не рухнул, ни кино не рухнуло. И к документалистике действительно невероятный интерес. И очень много интересных молодых документалистов, которые выходят из разных школ, совершенно по-разному видящие этот мир, и что очень здорово, потому что это действительно очень разнообразный разговор о мире. И мне не кажется, что документалистика в России умирает. Мне кажется, что она очень интересная. Нас очень ждут на западных фестивалях, потому что любой наш приезд как-то обрастает всегда. Ну, вообще становится таким событием. Всем очень интересно, что происходит в России. Потому что мы, в общем, мы не только, так сказать, художественное кино, делаем, так сказать, художественное документальное кино, но это и какой-то наиболее честный разговор о том, что происходит в России для Запада. Что происходит с русским человеком, что происходит с российским человеком. Что произошло. Поэтому нас действительно очень ждут. А что происходит в мире? Сфера документального кино там очень развита, тоже разные жанры присутствуют, разные направления. Вот какая или какие из стран, может быть, здесь передовую роль играют? Что вам кажется интересным? Что нового родилось за последнее время? Не знаю, на американском континенте, в Европе. Да, мне кажется, очень интересно, американское независимое кино. Это кино маргинальное. Оно ближе всего к тому, что делаем, допустим, мы и моя школа. Мне это очень близко, действительно. Это кино абсолютно честное. Вот бывает очень забавный зритель, среди этих забавных зрителей бывают забавные критики, которые говорят, что, конечно, Запад принимает ваше кино, потому что вы показываете нашу грязь и так далее. Вот американцы, независимое кино, тоже показывают свою грязь и совсем не стесняются этого. Я помню, как один из фильмов, не вспомню сейчас название, американский посол приехал, ну, или культура Аташе, приехала представлять на фестиваль в Перми на Флеертиану, совсем не побоявшись, что там очень жестко говорится о том, что происходит, допустим, в американской провинции. Вот американская документалистика, это очень любопытно. Всегда какие-то интересные процессы происходят в Голландии. Вообще там, где кино, как ни странно, там, где есть телевизионные каналы, которые нон-стоп крутят документальное кино, именно документальное кино, там и развивается кинематограф. А у нас модель какая сейчас, Иван? Вообще есть какая-то модель? Или есть много интересных режиссёров-документалистов, есть много интересного кино, но никто не стремится его поддерживать, как-то вести в какие-то определённые рамки, чтобы легче жилось режиссёрам-сценаристам? Графу финансирования документального кино в бюджете ещё никто не отменял, то есть деньги выделяются. Вопрос, как и кому они выделяются, это уже второй вопрос. Что касается того, что делается у нас, странно, у нас много чего делается. У нас много фильмов, о которых мы говорили уже. Есть фильмы, о которых говорят мало, которые не видит никто. Есть фильмы, это тоже часть проблемы нашего документального кино. Видите, вот эти годы, они были довольно-таки мутные, конец 90-х, 2000-х, и образовалось очень много в мутной воде, очень много таких каких-то компаний, которые получают финансирование, а что они делают, никто не знает. То есть вообще этот продукт никак не является миру? Ну, он не является. Ну, часто и не является. Ну, он не является в Красногорск, ложится там в архив и лежит. И, к сожалению, тоже на нас бросает какую-то тень, когда нам вот новоперешедшие руководства говорят, вашего кино никто не видит. Но они отчасти правы, потому что то, что многие делают, вот Маринина, я знаю, ребята делают не на государственные деньги. Да, они считают, что вот документальное кино – это всё плохо. Вот раз они снимают, называется документальное кино, значит, надо сокращать там или давать определённые заказы какие-то. Вот сейчас вот темы лотов, которые были вывешены, но это, мягко выражаясь, смешно. Вот, потому что, когда ты читаешь тему лота «Семидесятилетие Прохоровского сражения», а следующий пункт идёт «Семидесятилетие Курской битвы», невольно задаёшь вопрос, а люди вообще понимают, в чём это разница, что это одно и то же, в общем-то. Вот, то же самое с Челюскинцами там. Пропал редакторский отдел в министерстве, который бы формировал какие-то там, какие-то темы там. Да много чего пропало, и хотелось бы вернуть. Но самое главное, чтобы, Влад, не мешали. А всё-таки, какой вам видится правильная, адекватная современность и модель существования документального кино? Кто, или, может быть, это не только одна структура, должен финансировать его? Как оно должно всё-таки к зрителю проникать? Марина, вот есть хороший опыт, который можно было бы взять на вооружение, если бы не мешало? Трудно сказать. У меня всегда как-то сложно с этими идеальными моделями. Я думаю, что таких не бывает, идеальных моделей. Может быть, не идеальные, но которые функционируют. Мне кажется, что государство должно финансировать кино, и при этом не заявляя больших идеологических претензий. Если государство бы предположило, что им, в принципе, интересно рассмотреть, что делается в России, то вот это самый лёгкий способ дать деньги на документальное кино и дать возможность энному количеству талантливых людей, а они есть в России, снимать это кино. Вот, не задавая действительно эту чудовищную программу с невероятными темами. Но это какие-то идеалистические мечты, и я к ним не склонна. Я думаю, что этого не будет. И мы будем продолжать снимать фильмы в основном на собственные деньги, а зарабатывать деньги... И для тех, кто их ценит. Для тех. Особенно ценить. Надо сказать, что люди действительно... Вот тут Иван абсолютно прав. Такое количество клубов в одной Москве. Мне, во всяком случае, пишут с просьбой показать фильмы моих студентов. Каждую неделю несколько клубов предлагают свои пространства. Вот есть сейчас кинотеатры, которые очень хотят показывать документальное кино и специализировать. Вот Москино, допустим, сейчас уже хочет показывать документальное кино. То есть и там всегда собираются люди, там всегда собирается публика. То есть на самом деле, если людям не показывать, то, конечно, они не будут этого хотеть. Да? Иван, а вы готовы к тому, что всё так сложно? Вот у Марины у неё достаточно оптимистичный взгляд, но тем не менее она всё видит в непростом свете. Вы готовы к тому, что деньги надо постоянно искать, и каналы связи со зрителем. Вас это не настораживает? Ну, это один из таких важных пунктов профессии, потому что без этого, мне кажется, никуда. И это такой для меня, например, какой-то базисный уровень, который изначально был, ну, скажем, понятен. То есть не было какого-то чуда, когда я понял, там, закончив в ГИК, что нужно искать деньги на кино. Хорошо. А вы как представитель малого поколения готовы к таким, ну, нетрадиционным, наверное, всё-таки, да, формам, способам сбора денег. Допустим, не знаю, те люди, которые приходят в клубы документального кино, которые смотрят его в интернете, я думаю, что каждый из них, там, по 500, по 1000 рублей бы пожертвовал. Нет, такого нет опыта. Ведь раньше же были ещё в 18-19 веке концерты по подписке. Вон, Бетховен не стеснялся. Ну, и сегодня же возникает, там, система, там, краудсёрчинга, когда люди... Вот вы пользуетесь этим? ...в интернете. Я лично нет, но на самом деле... Не было такой необходимости? На самом деле, просто тоже это очень сложная система, в которой, чтобы собрать какое-то, ну, такое более-менее серьёзное финансирование на какую-то хорошую задумку, которая, как правило, снимается, там, не у тебя дома и не в Москве, да, нужно всё-таки поработать. А вот озвучите какую-нибудь цифру, ну, может быть, не очень масштабная, но серьёзная задумка, которая снимается... Ну, например, я хочу поехать и снять кино про Северный морской путь и покататься на ледоколах и снимать животных. Это очень дорого, и, к сожалению... Ну, это правда дорого. Я бы тоже не отказывалась покататься на ледоколах, но по этой самой причине. Пока вынуждена отказаться. А если что-то взять, ну, в духе ваших камерных фильмов, например, вот про актрису Машу, да? Сегодня вполне вообще. А сколько это стоит? Да, сегодня вполне реально вообще собрать там сумму до 100 тысяч рублей, скажем, это вполне реально собрать на производство. И это достаточно. И есть люди, которые собирали больше и делают, и всё у них получается. Поэтому всё, в принципе, в наших руках. То есть всё может функционировать. Надо работать, и всё будет хорошо. Хорошо вы сейчас сказали, что надо работать. Это всем такое можно советовать. Мы сейчас давайте обратимся к нашему интернет-обозревателю Алексею Черепанову. Он нас давно ждёт. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Что думают пользователи сети о документальном кино? Какое кино они смотрят? Существует ли для них разница документального кино как такового и того, что показывают на телевидении? Ладно, но не секрет, что документальное кино находится сейчас на подъёме, и наши гости об этом говорили. Связано это прежде всего с развитием технологии. Вот некоторые музыкальные критики утверждают, что расцвет рок-н-ролла в 60-х годах прошлого века произошёл исключительно благодаря созданию дешёвого и простого музыкального инструмента электрогитары. А если есть доступная технология, то найдётся масса людей, которые захотят с ней что-то сотворить. То же самое произошло в начале 21-го века с документальным кино благодаря созданию мобильных, дешёвых и простых в использовании видеокамер. Во многих странах мира проводятся даже фестивали документального кино, снятого на камеры мобильных телефонов. Мне кажется, перед маленькой камерой люди более честны, пишет Влад Сорокин. Перед большой могут стесняться, её могут бояться или наоборот выпендриваться. А какой смысл кривляться перед маленькой? Ты такой, какой ты есть. Вот она правда. Хватай её и запихивай в Final Cut, пишет пользователь. Кстати, этот комментарий к статье на сайте LookAtMe. Известный документалист Виталий Манский в 30 предложениях рассказывает, как преуспеть в документальном кино. Сценарий необязателен, режиссура, конечно, важна, но не важна видеокамера. Главное быть честным с самим собой и снимать кино о том, что вас по-настоящему волнует. И судя по комментариям к этой статье, некоторые пользователи интернета воспользовались этим рецептом. Отличный пост, а главное вдохновляющий, пишет пользователь. Пошёл шарить интернет в поисках портативной камеры за 100 баксов, написал Евгений Волосян. Документальное кино стало массовым явлением. И вот, например, в проекте режиссёра Ридли Скотта «Жизнь за один день» участвовали 80 тысяч человек из разных стран мира. Авторы попросили добровольцев снять видео о том, как они провели 24 июля 2010 года, и потом смонтировали эти ролики в эпохальное полотно. Не менее интересное и современное российское документальное кино. Большие дискуссии вызвали фильмы Любови Аркус с Антон «Тут рядом», учеников Марины Разбежкиной «Зима уходя», о котором уже сегодня говорили. И документальный проект «Срок». Кстати, на канале проекта «Срок.док» на сайте YouTube уже больше 8 миллионов просмотров. Но некоторые пользователи сети предъявляют к российскому документальному кино свои претензии. Вот небольшой список. Примитивные конфликты, отсутствие внятной драматургии и трясущаяся камера уже не как приём, а как единственная возможность. И вот пользователь живого журнала «Ли Винен» пишет о российском кинематографе вообще и о документальном кино в частности. Он какой-то весь одинаковый. Смонтирует нарезку из 10 фрагментов, десятка картин стилистически отличаться друг от друга. Кадры будут не сильно и не ощутимы. Одни и те же длинные пустые планы, коричнево-чёрные тона и невыносимое уродство бытия, пишет пользователь. Нудно, монотонно и скучно. Интересно, можно ли добавить в российское документальное кино хоть немножко яркости? Спасибо, Алексей. Можно ли добавить позитив в российское документальное кино? Или это неинтересно? Действительно, вот как ни крути, а всё равно зрители больше привлекают что-то такое мрачное, часто жестокое. И не только у нас, судя по тому, что рассказывала Марина. Ну, в мрачном уже самом доложен драматургию. Это легче просто. Там, где драматургически всё уже сложилось, надо это зафиксировать, смонтировать и выдать. И катарсис обеспечен. Да. Вот. В хорошем найти драматургию сложнее. Поэтому, особенно молодёжь, когда учатся, это хорошо. Им надо на чём-то учиться. А вот когда уже они становятся режиссёрами, тогда уже надо что-то больше предлагать. Вот беда ещё в том, что появились кучи возможностей сейчас снимать самому документальное кино. Мне кажется, что упускается одна такая вещь, вещь как кино, вообще как коллективный вид искусства. Потому что в кино работают в идеале и сценарист, и режиссёр, и оператор, и звукооператор, и монтажёр. То есть это коллективно. А ещё там администраторы, которые тоже свою творческую активность вносят в фильм. То есть как коллективный вид искусства кино сейчас, мне кажется, немножечко хромает. Поэтому отсюда трясущиеся вечно камеры, трясущиеся изображения, довольно-таки невнятный монтаж. Вот я, может быть, не прав, Марина. То есть претензии, которые Алексей здесь привёл, претензии пользователей интернета, они вполне реальны, имеют по своей почве, с точки зрения профессионала. Марина, а вы как бы на них отреагировали? Ой, вы знаете, я совершенно, во-первых, ненавижу слово «позитивный». Я бы его исключила из словаря и приняла в Думе решение, что запретить некое количество слов духовных, позитивных и так далее. Я думаю, у вас подведут какой-то в Думе. Кино есть хорошее и есть плохое. Всё. Это очень простая вещь, вроде бы, да. Вот кино не может быть светлым или чёрным, кино не может быть позитивным или чернушным. Вот есть хорошее или плохое, она рассказывает о жизни. Тем, кто хочет очень светлого, ну, надо, наверное, вообще, ну, вмешаться на солнышке, в голову сидеть, отдыхать и не смотреть ничего, и не читать ничего, потому что тогда и Достоевский, и Чехов, и Толстой, и вообще вся культура, и не только русская культура, она говорит о драме человеческой. Человеческая драма не может быть розовой некой, да. Вот в ней есть сложные моменты, эти бытия, и над ней всё время работают документалисты, тоже работают над сложными какими-то чертами нашего времени или над сложными моментами бытия. Вот жизнь – сложная штука. Мы говорим о сложной жизни. Всё. Не о плохой, не о хорошей, а о сложной жизни. Не прибавить, не убавить. У нас осталось буквально там 40 секунд. Иван, вот представим себе ситуацию, человек интересуется документальным кино, но на любительском уровне, но он не в курсе всех этих профессиональных взаимосвязей. Куда ему обратиться, чтобы узнать, где увидеть новые документальные фильмы? Какие-то ссылки в интернете? Ну, в любом поисковике просто достаточно ввести словосочетание. Там документальное кино, уже выпадет масса ссылок на разные источники информации, сайты, новостные, в том числе, где есть масса анонсов документальных показов. И мне кажется, в этом нет какой-то проблемы. То есть было бы желание просто узнать, что такое документальное кино. Поэтому просто... Ну, тоже, то есть тут как бы нельзя рассчитывать, что документальное кино будут смотреть там миллионы людей во всей стране. Ну, я думаю, никто таких... Это будут такие же рейтинги, как там Первый канал. Да, требования не устанавливать. Поэтому я думаю, что все впереди. И все те люди, которые хотят смотреть документальное кино, они, в принципе, все уже с нами. Напоминаю, что сегодня мы говорили о документальном кино. И в гостях программы «Наблюдатель» были сценарист, кинорежиссер, член Киносоюза и гильдии неигрового кино и телевидения Марина Разбешкина. Марина Александровна, большое вам спасибо. Режиссер документального кино Иван Твердовский. Спасибо, Иван Сергеевич. И сценарист, режиссер документального кино, сын Ивана Сергеевича. Иван Иванович Твердовский, большое вам спасибо. Спасибо. Всем желаю хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова